Антон и Вика Макарский Псков, Великий Новгород, Тверь, Кострома, Вологда, Владимир. Словом, мы путешествовали по городам России и открывали для себя ее великие святыни. Это путешествие было временем новых и невероятно ярких открытий. Это была история настоящей радости. Где бы мы ни были, что бы мы ни видели, мы испытывали что-то очень близкое к счастью. И теперь мы готовы делиться нашим видео, чтобы вы тоже могли насладиться тем, чем насладились мы. При этом каждый наш выпуск будет посвящен одному из регионов нашей страны. И мы просто расскажем о том, каким его сделало время и каким его увидели мы. Русская зима Счастливое сказочное время. Тут тебе и катание на горных лыжах, и пешие прогулки по заснеженным вершинам, и всевозможные ярмарки, и новогодние гуляния. В общем, зима – это настоящее счастье. Вот говорят, что беззаботное время – это лето. А я бы так сказал, все-таки именно о зиме. Особенно это чувствуешь, когда отправляешься в путешествие. Да, на дорогах гололедится, снег метет, холодно иногда до жути. Но ощущение радости и, самое главное, бодрящей свежести не покидает никогда. Да, что правда, то правда. Наша новая поездка доказала это сполна. Холодно было прилично, и взбодрились мы, что называется, от души. Оно и понятно. Область, куда мы приехали, славится своими трескучими морозами. Потому что повсюду бескрайние просторы. Ветер гуляет и еще больше догоняет холода. Поволжье. Красивейшая, благодатная земля, которая испокон веков хотела обладать очень многими. Но досталась она нам, Россия. И, конечно, эта земля знаменита не только своими морозами. Самое главное здесь – это святыня, которая известна не только в нашей стране, но и во всем мире. Когда-то великий князь Юрий Всеволодович отвоевал эти земли у болгар за то, что они совершали частые набеги на Русь. И, чтобы укрепить оборону этих границ, повелел построить здесь новый город – Новгород. Много испытаний выпало на долю его жителей, но они на века сумели сохранить и сам город, и его культуру, и, конечно же, свою веру. Это святыня России. Мы в Нижегородской области. Нижний Новгород – крупнейший город по Ложьям. Он расположен на месте слияния двух великих рек – Оки и Волги. И это один из самых древних русских городов. Он заложен в далеком 1221 году и с тех пор всегда имел большое значение для нашей страны. Да, это все так, все, конечно, верно. Но я бы хотел, чтобы мы рассказали о другом. Если бы вы знали, какая здесь рыбалка. Особенно зимой. И Акаи, и Волга щедра своими дарами. А мы, увы, наблюдали за рыбаками из кабинки Нижегородской канатной дороги. О, рыбаки! Ух ты! Отважные люди! Ну, посмотрите просто. Сейчас как раз небольшая оттепель. Она замерзла, посмотрите, какие проталины. Оттепель. А он купается, смотри. А нет, Тоня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, двенадцать. Тринадцать рыбаков. Тринадцать рыбаков на... Уже двенадцать! Да, только юмор и хорошее настроение спасало меня от душевной боли и тоске по зимней рыбалке. Уж простите меня за глупую шутку, но было нелегко удержаться. Нижний Новгород буквально заразил нас своим праздничным и довольно игривым настроением. Так что даже двадцатиградусный мороз никак не мог его испортить. Нижний Новгород, вот лично для меня, это особая земля. Здесь дышится совершенно по-другому. Ну, мне. Может быть, потому что я с Поволжья, я из Пензы. А Нижний Новгород – это столица Поволжья. Поэтому, образно выражаясь, мои легкие здесь раскрываются на сто процентов. Да, Нижний Новгород, или просто Нижний, как его называют сами нижегородцы, город очень живой. И, к тому же, с очень интересной историей. Наш на знакомство с ним мы решили начать с главной его достопримечательности – с Нижегородского Кремля. Мы решили вкратце сначала узнать немного о нем, а затем отправиться к единственному сохранившемуся храму Кремля – Михайло-Архангельскому собору. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в Нижегородский Кремль! Добро пожаловать в Нижегородский Кремль! Первым нашим проводником по истории Нижнего Новгорода был Степан Петушин, заведующий музеем Нижегородского Кремля. Он сразу сообщил нам, что мы находимся на территории без преувеличения уникального строения. Как Степан выразился, Нижегородский Кремль действительно особенный, потому что самый последний из когда-либо построенных на Руси и потому что когда-то имел крайне важное стратегическое значение для нашей страны. Нижний Новгород с самого начала был пограничным городом, потом городом-крепостью, потому что здесь заканчивалась граница русского государства, дальше на восток были уже другие территории. Ну и в 16 веке для чего Кремль каменный построили? Для защиты от татар. Я слышал, что ни разу осажден не был. Да, действительно, Нижегородский Кремль за всю свою историю, пусть она была и не такая большая, но все-таки была, одни полагают, что более 24 осад город выдержал, но ни разу на территорию Кремля врага не пустили. За счет того, что применили самые новейшие, самые такие удалые разработки в строительстве, для 16 века это было очень прилично. Например, все башни вынесены за периметр стены, есть возможность вести перекрестный огонь слева направо, справа налево из каждой башни, и, соответственно, стена более защищена, в отличие от московского Кремля. Это вот такое наше ноу-хау. Ну, самый последний Кремль, поэтому самые последние новинки, придуманные строителями, здесь применили. Нижегородский Кремль, пожалуй, самый укрепленный Кремль из всех существующих. Строение массивное. Еще до встречи со Степаном мы с Антоном прогулялись по его помещениям и убедились в этом лично. Но вот что обидно, весь Кремль сегодня увидеть невозможно. За долгие годы, по разным причинам, он постепенно погрузился под землю. И, как рассказал нам Степан, погрузился довольно глубоко. За 500 лет, что Кремль здесь стоит, культурный слой растет, ров засыпали. И Кремль потихонечку от своей тяжести тоже погружается под землю, поэтому половина сейчас Кремля находится под землей. Изначально высота стены только достигала от земли 15-18 метров. И плюс от уровня земли еще 4-5 метров глубина залегания. Вот это да. Вот. Соответственно, сейчас под землей-то большая часть Кремля, конечно, фактически находится. О Нижегородском Кремле мы рассказываем так подробно, конечно, неспроста. Дело в том, что когда-то, а точнее в начале 17-го века, под защитой именно этих стен образовалось так называемое второе ополчение. Под предводительством знаменитых Минина и Пожарского. Это было смутное время, когда Русь захватили поляки со шведами и были готовы разделить ее между собой. Но недаром Минину и Пожарскому установлен памятник на главной площади нашей страны. Сегодня можно смело говорить, что именно благодаря им и нижегородцам в то время была сохранена ни много ни мало русская государственность. Нижний Новгород стал центром, откуда начало формироваться ополчение под руководством Минина и Пожарского. Конкретно Нижегородский Кремль стал местом сосредоточения именно с территории Кремля. Кузьма Минин обратился к нижегородцам и сказал собирать ополчение, отдавать треть всего, что есть у нижегородцев для того, чтобы собирать деньги для вот этого ополчения. История Кузьмы Минина интересна нам по многим причинам. Но прежде всего она любопытна тем, что связана с темой веры и православия. Совсем не случайно, что останки Минина покоятся сегодня не на кладбище, а в церкви, в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского Кремля. Все это не просто так. Но официальная история об этом практически ничего не рассказывает. Мы отправились в Архангельский собор и встретились там с его настоятелем, отцом Василием. О своем храме и о Кузьме Минине он знает буквально все. Вот от него мы и узнали другую историю нижегородского ополчения. Очень символично, что Кузьма Минин почивает в храме, который в 1631 году строился, возобновлялся, как храм-памятник нижегородского ополчения. В конце XVII века нижегородцы подумали, что необходимо прах Кузьмы Минина каким-то образом обозначить. И вот тогда он, этот прах, был перезахоронен в Спасопреображенском кафедральном соборе, здесь, на территории Нижегородского Кремля. Его рака первоначально была очень простой, может быть, она отчасти напоминала гробницу, которую мы видим сейчас. Примерно так она могла выглядеть, когда Петр I во время своего персидского похода посещал Нижний Новгород и поклонился праху Кузьмы Минина и сказал тогда свои известные слова, что вот истинный Спаситель Отечества. Согласно официальной версии, тысячи людей объединились в ополчение под предводительством Минина и Пожарского и пошли на захваченную поляками Москву по той причине, что им не понравилась та власть, которая установилась на Руси в результате произошедшей смуты. Во многом, конечно, так оно и было. Но здесь есть еще кое-что, о чем историки умолчали. Как рассказал нам отец Василий, истинные события того времени претерпели значительную редакцию, особенно в советское время. Причем дело вовсе не в деталях политических хитросплетений смутного времени. По большому счету они не важны. Главное в другом, в мотиве ополченцев. Историки действительно утверждают, что это была обычная борьба за власть. Но на самом деле основная причина, по которой Минин призвал народ на войну, была совершенно в другом. Конечно, что само это воззвание было не только таким военным или политическим актом, но в первую очередь религиозным. Поскольку все-таки речь шла о том, что те неприятели, которые уже захватили Кремль, вот эта самая польско-литовская интервенция, пытаются насаждать католичество. И поэтому воззвание Минина имело такие, прежде всего, религиозные мотивы. И поэтому не случайно, что святыней ополчения была казанская икона Пресвятой Богородицы. И нижегородцы несли эту икону как святыню, с которой они шли освобождать Московский Кремль и все русское государство от этого иноверия. Само это ополчение выглядело как такой военизированный крестный ход, можно даже так сказать. Поскольку люди, конечно, шли восстанавливать истинное богопочитание, православие на русской земле. Как свидетельствует предание, Кузьме Минину трижды являлся преподобный Сергий Радонежский. И, собственно, вот это побудило Минина поднять ополчение. Вот так в угоду политической идеологии в советское время были вычеркнуты из истории ключевые детали тех давних, но очень важных для нашей страны событий. И что самое неприятное, вместе с этим были забыты и люди, которые в прямом смысле слова спасали нашу страну и веру от исчезновения. Отец Василий рассказал нам о том, что в летописях, помимо имен Минина и Пожарского, есть еще одно, но сегодня оно практически никому не известно. Мы знаем, как двух спасителей Отечества, Минина и Пожарского. А до революции всегда упоминали троих. Патриарх Ермоген, Минин и Пожарский. Но в советское время патриарха Ермогена, естественно, замазали. Да, и остался только Минин и Пожарский. Хотя, конечно, и Минин и Пожарский в том числе отозвались и на воззвание патриарха Ермогена, который, уже будучи в заточении в Москве, рассылал свои грамоты и пытался поднять всю русскую землю на борьбу с неприятелем. Таким образом, патриарх Ермоген, конечно, такой же спаситель, как Минин и Пожарский. Но вот его память была, конечно, искусственно стерта. Да, собственно говоря, пытались и забыть и этих героев. И только вот в то тяжелое время, когда нужны были какие-то патриотические образы, Сталин тогда, собственно говоря, возродил, так сказать, из небытия имена Минина и Пожарского. Достаточно вспомнить известный фильм «Кузьма Минин», который как раз в годы Великой Отечественной войны снимался. Для подъема духа уже советского народа. Конечно, без этих примеров, такого духовного подвига нельзя было обойтись. Без истории русской православной церкви, без истории тех святых и святынь, которые на нашей русской земле имели место, конечно, эта история выглядела очень усеченно. История знает немало примеров, когда подвиг во имя веры приводил к прославлению в лике святых. Но с Кузьмой Мининым это не произошло. Несмотря на звание спасителя народа, его почитают только как национального героя. И хотя вопрос о его канонизации все же поднимался, по словам отца Василия, решение церкви вряд ли когда-нибудь изменится. Просто, скажем так, какого-то воинского подвига для канонизации все-таки недостаточно. Мы прославляем святых как такой пример во всех отношениях, во всех плоскостях жизни. Мы не можем, так сказать, документально описать жизнь Минина, какая она была, так, чтобы сделать ее таким образцом, скажем так, для христиан. Конечно, мы не забываем о его подвиге, но все-таки канонизация – это несколько другая тема, скажем так. Поэтому речь об этом сейчас, во всяком случае, не стоит. Из города мы с Викой уезжали удивленными и одновременно озадаченными. Откровенно говоря, мы не ожидали узнать для себя что-то новое из истории Минина и Пожарского. Мы ее хорошо знали, но, как оказалось, знали мы далеко не все. И в дороге, направляясь уже к другой святыне Нижегородской области, мы какое-то время еще обсуждали услышанное в Архангельском соборе. Для меня остается загадкой, как в советское время могли объяснять исторические события, исключив веру, исключив вообще вопросы веры. Потому что ни одного поступка царя, ни одного поступка простого народа, княжеского какого-то поступка невозможно понять, если не знать основы православной веры. А вот так без понимания и было. Очень многие моменты. А мне, возможно, поэтому не была интересная история, потому что я не понимала. Я не понимала истоков, я не понимала истоков всех событий, которые происходили. Ну, безусловно, но все-таки, чтобы понять поступки, которые совершали люди, понять это без того, какая вера была у людей, как они на это на все шли, просто совершенно невозможно. Ну, то есть с тем же Мининым. Да, то же самое восстание. Это же люди встали исключительно за веру. За веру. В общем-то, как и было практически в каждом. Если мы возьмем любое историческое событие, любую победу, любую мотив... Не бойтесь убивающих тела, бойтесь убивающих душу. Вот когда начинали притеснять, когда там даже дань платили, все, ну, как бы терпели. Но как только было посягательство на душу, как только было посягательство на веру, люди вставали и просто втрыск разбивали врага. Просто с разным перевесом сильное войско, в 10 раз меньше выходило наше войско по численности и разбивало неприятеля. Только за веру. За разговорами мы не заметили, как стали подъезжать к следующему пункту нашего путешествия. Место, в которое мы приехали, особо и представлять не нужно. Достаточно просто сказать его название. Село Дивеево. Здесь находится знаменитый на весь мир свято-троицкий Серафимодивеевский монастырь, который в народе называют просто, так же, как и село Дивеево. Это четвертый и последний удел Пресвятой Богородицы. То есть место, которое находится под ее особым покровительством. Всего в мире существует четыре таких удела. Это Грузия, Святая гора Афон в Греции, Киево-Печерская лавра на Украине и наша Дивеева. Дивеевская обитель, помимо того, что является четвертым уделом Пресвятой Богородицы, славится еще и своим главным преподобным, Серафимом Саровским. Он был духовным наставником монастыря, и его мощи хранятся именно здесь. Жил он на рубеже XVIII и XIX веков, а канонизирован относительно недавно, в начале XX века. Но при этом почитается Серафим Саровский не только в православной церкви, но и в католической. Настолько он уважаем во всем мире. С Антоном мы приехали в Дивеево уже не в первый раз. Но так получается, что это происходит всегда зимой. И, наверное, это даже к лучшему. Потому что летом из-за огромного количества людей здесь просто не протолкнуться. И только с наступлением холодов монастырь погружается в тишину. И есть возможность проникнуться особым духом в это место. На территории монастыря в главном храме обители, в Свято-Троицком соборе, нас встречала Матушка Макария. Было заметно, что наши камеры ее сильно смущают, и такого внимания к себе ей совсем не хотелось. Но она все-таки согласилась провести нас по самым сокровенным местам обители и все о них рассказать. Матушка Макария свой рассказ начала с истории возникновения обители. Очень многие считают, что основал ее преподобный Серафим Саровский. Но на самом деле монастырь появился трудами преподобной Александры Мельгуновой, которую сегодня уже принято называть Александрой Дивеевской. Пришла она в эти места в XVIII веке из Киева. И по преданию место строительства обителей ей указала сама Богородица. Матерь Божия привела сюда из Киева нашу первоначальницу преподобную Матушку Александру. Явилась ей в тонком сне после молитвы и сказала, «Иди на север, Россия, и обходи великие обители мои, и я укажу тебе место такое, на котором я основу обитель, равный которой не было, нет и никогда не будет на земле». То есть вот какое-то особенное место. Ну а что имелось в виду? Только ей известно. А нам когда-то будет открыто, наверное. Ну вот Матушка Александра отправилась в путь. Три года продолжалось ее путешествие. Где на лошадках, а где и пешком шла. И вот когда шла она из Мурома в Саров, вновь явилась ей Божья Матерь и сказала, «Это то самое место, о котором я говорила тебе в Киеве». Как гласит летопись, все деньги, оставшиеся после мирской жизни, Матушка Александра положила на строительство первого каменного храма в Дивеево – Казанского собора. С него и начался Дивеевский монастырь. Впоследствии он стал одним из самых населенных женских монастырей в России. До революции здесь жило около 1600 монахинь. Это очень большая цифра. И другую такую обитель просто не найти. В храме началась служба, но Матушка Макария не остановила свой рассказ и потихоньку повела нас к месту, где находится рака с мощами преподобного Серафима Саровского. Еще при жизни он стал духовным наставником монастыря. И это назначение он получил по благословению умирающей настоятельницы Александры. Это событие, по словам Матушки Макарии, монахини считают промыслительным, поскольку известно, что Серафим Саровский жил совсем в другом монастыре, собственно, в Саровском, а в Дивеево он был всего один раз в жизни. Но, тем не менее, именно преподобный Серафим стал управлять обителью. Был он здесь, в Дивеево, один раз в жизни, в молодые годы. Проходил мимо через Дивеево со своими учителями, с отцом Пахомием. И вот остановился на некоторое время. Поговорили с Матушкой Александрой перед ее кончиной. И вот перед смертью Матушка просила, чтобы старец Пахомий, это был настоятель Саровской пустыни, с которым и путешествовал батюшка Серафим, не оставлял своим попечением Дивеевских сестер. И старец Пахомий ответил необыкновенно. Конечно, я буду заботиться о Дивеевских сестрах. Но я, старый, не смогу в полной мере выполнить твою просьбу. Отец Серафим еще молод, его высокая духовность тебе известна. Давай это дело поручим ему. И вот таким образом батюшка и принял попечение о Дивеевских сестрах. Но больше он в Дивеево никогда не был. Духом созидал нашу обитель. Жил в Саровской пустыне, а все знал, кого сюда нужно направить, что и где нужно построить. И, как он сам говорил, я и камешка одного не положил по своей воле в Дивеево, только то, на что Царица Небесная наставить меня изволила. Личность преподобного Серафима Саровского весьма интересна. Больше 15 лет этот святой прожил в одиночестве в Саровском лесу, неся обеты молчания и столкничества. День и ночь он молился, стоя на огромном камне. Предание гласит, что это продолжалось тысячу дней и тысячу ночей. А затем еще несколько лет он жил затворником в своей келье в Саровском монастыре. Когда ему было уже за 60, начался его новый подвиг – старчество, посвящение себя, помощи людям. За свои духовные подвиги преподобный Серафим был наделен даром целительства. Многие обращались к нему уже при жизни. Сейчас у места его упокоения совершается немало исцеления. Подсчеты монахини уже давно не ведут. Даже примерное количество людей, получивших здесь помощь, в том числе и в наши дни, назвать просто невозможно. Вот только представить себе, 12 раз за его жизнь Матерь Божия ему являлась. И ведь какие слова говорила? Это тот рода нашего, так было сказано про нашего батюшка Серафима. В наше время-то, я думаю, свидетельства о чудесах очень много. Очень много. И сейчас вот мы участвуем и в соцсетях, и в интернете у нас есть свой сайт, и люди присылают даже таким вот образом свои свидетельства, да, что происходит необыкновенного у них. А вот так вот мы приезжают, что-то происходит, чаще всего увозят с собой эту тайну, а потом как-то она открывается. Еще один дар данный преподобному за его подвиги – это дар прозорливости. Своей подопечной обители он предрекал большое будущее, настолько значимое, что даже самим монахиням было сложно в это поверить. Но, как мы видим, слова святого исполняются, как и пророчество о самом себе, что сам он в итоге будет похоронен именно здесь, в Дивеевской обители. Самое удивительное, конечно, это то, что батюшка Серафим находится сейчас здесь, в Дивеевском монастыре. Ведь он же был саровским монахом, жил в 20 километрах отсюда, и когда похоронили его, похоронили в Саровской пустыне, и мощь первоначально там лежали. Но еще при жизни батюшка говорил, плоти я лежать буду в Дивеево. Вот тогда его любимый ученик Мотовелов удивлялся. Да не, что Саровский нам вас отдадут, вот так спрашивал. Ну, а вот действительно наступило такое время, и мощь батюшки Серафима привезли сюда, в Дивеево. Это было в 1991 году, летом 1991 года. Мощь батюшки Серафима обрели в конце 90-го года в Петербурге, в Музее атеизма и религии, или он уж тогда просто религии назывался. И торжественно они были выставлены сначала в Петербурге, потом в Москве, а потом был грандиозный крестный ход из Москвы в Дивеево. Ну, такой своеобразный автомобильный крестный ход. И масса народа участвовала в нем. Кто на автомобилях, а большое количество людей выходило на обочину. И как вспоминали участники вот этого автомобильного крестного хода, которые сопровождали мощи, люди опускались в любую погоду на колени, в дождь, в грязь, в грязь, вот когда встречали батюшку Серафима, вот так вот любят батюшку Серафима. По всей вот этой трассе Нижний Новгород-Москва встречали преподобного. Мы приложились к мощам святого старца и отправились к выходу из монастыря. В этой обители о преподобном говорить мы закончили, но история о нем еще не завершена. Мы о нем еще расскажем, но чуть позже. Перед нашим уходом Матушка Макария показала нам еще несколько святынь, в том числе знаменитую Святую Канавку – место, где по преданию ходила сама Пресвятая Богородица. И буквально на несколько минут мы заглянули в усыпальницу дивейских монахинь. В монастыре таких усыпальниц несколько, но Матушка Макария показала нам ту, в которой покоится основательница обители – преподобная Александра. Сюда сегодня может прийти каждый и приложиться к ее мощам беспрепятственно. На этом мы простились с Матушкой и отправились отдыхать. Наступал вечер, следующий день обещал быть еще более насыщенным, поэтому пора было ложиться спать. Кстати, информация для паломников. Ночлег нам предоставили в Дивейвах, так что если вы запланируете сюда поездку, помните, что здесь есть где остановиться. Условия хорошие и все необходимое тоже есть. Светло, тепло, очень чисто и очень людно. Утро у нас выдалось волнительным. И все из-за того, что мы собирались посетить монастырь, где большую часть жизни прожил преподобный Серафим Саровский. Мы ехали в город Саров. Но дело в том, что этот город является закрытой территорией. И обычному паломнику туда не попасть. В 40-х годах там был построен научно-исследовательский ядерный центр. Институт, где в СССР реализовывали программу по разработке ядерного оружия. Это и наложило на город Саров особую печать секретности, которая действует до сих пор. Поэтому все, что мы сегодня покажем, многим людям вряд ли удастся еще когда-нибудь увидеть. Конечно, посещение городов закрытого типа – это особые ощущения. И поначалу думаешь, что город будет похож на военную базу. Но на самом деле его внутреннее устройство мало чем отличается от обычного провинциального городка. Школа, больницы, детский сад, магазины. В общем, вполне себе мирная жизнь, несмотря на секретности. К счастью, никаких проблем с нашим пропуском не возникло, и мы смогли увидеть то, ради чего приехали – Свято-Успенскую, Саровскую, Пустынь. Своё знакомство с этим монастырём мы, естественно, начали с храма преподобного Серафима. Он был построен над кельей святого старца, в которой он прожил в добровольном затворе пять лет. В храме мы встретились с отцом Владимиром, который необыкновенно тепло нас поприветствовал и начал рассказывать историю обители. Монастырь возник, в общем-то, в пустом месте, где долгое время никто не жил. Когда-то здесь были поселения Мордвы, но во время татаро-монгольского ига они были изгнаны отсюда. И вот с тех времён до конца, с начала XVII века здесь никаких поселений не было. Ну, вот сюда пришли первые монахи. Первые монахи начали копать пещеры здесь недалеко от нашего сейчас местоположения. А впоследствии стали строить храмы. Первый храм был построен деревянно. И вот с времени основания этого храма ведётся официальная история монастыря. Монастырь существует более трёхсот лет. Пообщавшись совсем немного с отцом Владимиром, мы быстро поняли, что монастырь, в который мы приехали, место особенное, если не сказать уникальное. Как рассказал нам батюшка, эта обитель славилась подвигами не только преподобного Серафима Саровского, но ещё и очень многих других святых старцев. Здесь вообще в своё время был настоящий духовный центр России. Сюда со всей страны съезжались самые стойкие подвижники веры. Кроме него, конечно, были другие подвижники, о которых преподобный говорил так, что это как столпы от земли до неба. И вот святость этого места подтверждается различными явлениями. Если даже вот мы с вами обратим внимание вот на это изображение, то мы с вами здесь видим одно из явлений Божьей Матери преподобного Серафима Саровскому и Иоанн Претеч, Иоанн Богослов и двенадцать дев невесты Христовой. И вот таких вот явлений мы с вами можем увидеть в истории монастыря и в истории батюшки Серафима неоднократными. Это свидетельствует о том, что это место такое святое и богоизбранное. Чтобы мы до конца поняли, какие подвижники здесь когда-то были насильниками и какой степени чистоты они были, батюшка Владимир повел нас в подземелье монастыря, в пещеры, которые когда-то были вырыты самими монахами и в которых они проживали всю свою сознательную жизнь. Скажу сразу, эти пещеры производят сильное впечатление, точнее осознание того, на какой подвиг шли местные монахи, уходя сюда в добровольное затворничество. Смотрите под ноги, там неровные полы. Когда говорят о вырытых монахами пещерах, то воображение, как правило, рисует небольшие и неглубокие землянки. Но когда мы спустились вниз, то увидели протяженную сеть подземелий и внушительных размеров подземных ран. Что поразило сразу, это то, что он был высечен в цельном каменном утесе. Вот мы с вами находимся внутри той горы, которая послужила основанием Садовского монастыря. Здесь мы с вами видим вот эту арочку, которая поддерживает свод. И здесь когда-то были колокола, которые возвещали о, значит, благослужебных моментах во время службы. Погружаясь глубже в пещеру, мы все больше удивлялись тому, в каких условиях совершали свой подвиг монахи Саровской пустыни. Это был настоящий аскетизм, полное отрешение от мира и высшая степень нестяжательства. В некоторых участках пещер передвигаться можно только боком. И вот в таких условиях, в небольших кельях, монахи уходили в затвор для усиленной и уединенной молитвы. Мы знаем, что некоторые уходили в затвор на многие месяцы, даже годы. И для того, чтобы пребывать в таком состоянии, нужно было готовиться долгое время. Поэтому такие вот подвиги, они не всем возможны. Отец Владимир продолжил свой рассказ о жизни монахов в этих пещерах и показал нам еще одно место, которое говорило о глубочайшем погружении затворников в молитвенное состояние и о нежелании из него выходить. Он показал нам специальную комнату, где старцы принимали для бесед паломников. То, как это здесь происходило, не может не вызывать у простого человека самого искреннего изумления. Вот мы сейчас с вами можем увидеть, как это происходило, эта духовная беседа, через лоховое окно. Монах-подвижник находился здесь, в келье, а собеседник находился в том месте, где вы находитесь. Ну, плюс еще это же было в темноте. Ну, зачастую, да. Потому что никаких особенных эффектов света не использовали. Еще какое-то время мы бродили по длинной сети коридоров подземного храма. И, честно говоря, сознание отказывалось принимать, что все, что здесь когда-то происходило, было на самом деле. Вот он, реальный пример глубокой веры и стремления к Богу, который монахи оставили здесь как назидание ныне живущим, о том, как непрост путь человека к духовной чистоте. Здесь мы видим пример вот этой высокой духовной жизни, да, монашеской жизни, которая является идеалом для многих из нас, недостижимым на данный момент. Но в то же время у нас есть утешение. Какое утешение? То, что кто верен малым, тот и верен большому. Даже совершая малые, да, мы становимся с вами верными Богу. Поэтому, взирая на эти вот условия, мы должны радоваться, что Господь дает нам в нашей жизни, благодарить Его, и быть радостными, как батюшка Серафима. Радость моя, Христос воскресе! Моя истинная воскресе! После посещения подземного храма отец Владимир показал нам еще несколько святых мест, связанных уже непосредственно с Серафимом Саровским. Батюшка проводил нас в келью преподобного, где старец прожил в отшельничестве 15 лет. Побывали мы и у камня, на котором святой беспрестанно молился тысячу дней и ночей. И на этом мы распрощались. Но наше пребывание в Сарове все-таки еще не было завершенным. Нас ждала последняя местная достопримечательность, мимо которой пройти мы не могли. Мы отправились в такое место, рассказ о котором вряд ли можно было бы ожидать в программах о святынях России. Мы прибыли в Саровский музей ядерного оружия. Да, вы не ослышались. Мы приехали посмотреть на самое мощное оружие в мире. И это, кстати, не фигура речи. Именно в музее Сарова хранится так называемая «Царь-бомба». Самая мощная бомба из когда-либо созданных человеком. Мощность ее заряда равна 100 миллионам тонн в тротиловом эквиваленте. Когда проводили ее испытания, а было это в 1961 году, ее мощность снизили наполовину, до 50 миллионов тонн. Но даже при этом все человечество и в буквальном, и в переносном смысле содрогнулось от того эффекта, который она произвела. Сейсмическая волна от ее взрыва обошла вокруг земного шара три раза и успокоилась только на четвертые сутки. В музей, конечно, мы приехали не случайно и не ради праздного любопытства. История Сарова, как ядерного центра нашей страны, как ни странно, тесно переплетается с православным прошлым и настоящим городом. Вот о чем мы хотели и рассказать, и разузнать побольше. В музее нас встречала Ольга Александровна Колесова, местный экскурсовод. Но экскурсоводом ее назвать язык не поворачивается. Она настоящий знаток истории. И можно даже сказать, хранительница секретов, связанных с производством ядерного оружия в нашей стране. Все она, конечно, нам не рассказала, нельзя. Но о самом главном, как нам кажется, мы все-таки поговорили. 9 апреля 1946 года вот этим постановлением было принято решение здесь, на этом месте организовать будущий ядерный центр. То есть развернуть работы по созданию нового сверхмощного вида оружия. И с этого момента место, которое гремело на весь православный мир, как бы исчезло с лица земли. Это место стало носить самый высокий гриф секретности в стране. Совершенно секретная особая папка. Вы видите, все документы помечены этим грифом. Ольга Александровна повела нас по экспозиции и принялась рассказывать о представленных в музее экспонатах. Рассказывала она очень много и очень интересно. Говорила о технических характеристиках ядерных бомб, об их поражающей способности, о том, в каких условиях они были сделаны и, конечно же, о том, как советские инженеры с успехом превосходили американцев в своих разработках. Мы слушали, слушали внимательно, понимали каждому ее слову, потому что все вокруг действительно впечатляло. Но в какой-то момент я вдруг поймал себя на мысли о том, что от всей этой истории чувствовал себя не в своей тарелке. То, что мы, православные люди, восхищались самым смертоносным оружием в мире, вызывало какие-то странные ощущения. В какой-то момент я даже не выдержал и напрямую сказал об этом нашей сопровождающей. Вообще, конечно, такие противоречивые чувства. Очень противоречивые. Когда дойдем до конца, и у вас останется хоть немножечко времени, я на вас надавлю, и у вас не будет противоречивых чувств. У вас только будет чувство восторга и говорить, что ж они молодцы сделали, чтобы сохранить нашу родину. Вот так вы отсюда уйдете. Бойкая Ольга Александровна повела нас в другой зал музея. Исторический. Там находится макет Саровского монастыря и очень необычная икона преподобного Серафима Саровского. О ней мы расскажем чуть позже. Наша собеседница приняла чуть ли не боевое положение и разъяснила нам, почему создание ядерной бомбы в нашей стране было все-таки правильным и даже богоугодным делом. Случилась Хиросима Нагасаки, так? И уже было известно, что Пентагон вынашивает планы уничтожения Советского Союза. Планы очень страшные, я бы сказала. Стало ясно, что надо делать свою бомбу, надо быстро нарушать монополию, потому что когда в одних руках такое оружие, как показала Хиросима Нагасаки, это ужасно. Собственно, для этих целей мы появились здесь, на этом месте, чтобы быстро сделать бомбу. Если говорить с точки зрения русской православной церкви, вы знаете, я дважды общалась с патриархом о Русе Алексеем, так вот именно нашу первую встречу, когда было так тяжело работать, ведь люди приходят и говорят, такое место духовное, да? И вдруг такое страшное оружие. Так вот патриарх удивился, Алексей Второй сказал, никаких противоречий здесь нет, абсолютно. Он сказал такие замечательные слова, вот мне в помощь, да? Что все, что не делается на этой замечательной, саровской, намоленной земле, это все делается во благо отчизны, так он сказал. Вот и монастырь же был такой, да? А уж то, что мы сделали, это тоже во благо отчизны. Противоречий никаких нет. Вот у нее такое посвящение у этой земли, саровской земли, такое посвящение защищать свою родину. Поэтому мы не случайно здесь появились. И указующий перст Господа, как сказал патриарх, направился до выборщиков. Более того, я вам скажу, что рука батюшки Серафима, десница, как говорят они, до сих пор простерта над нами. Он нас охраняет. Вот так. Такая вот позиция у наших физиков-ядерщиков. Что ж, наверное, она имеет право на жизнь. Ольга Александровна еще много о чем рассказывала, но, конечно, в первую очередь нам хотелось узнать, что же делает в музее ядерного оружия икона преподобного Серафима Саровского. Оказалось, что этот образ уникален, потому что на нем есть изображение, не поверите, ученых. Тех самых, кто когда-то имел отношение к созданию ядерной бомбы. Вот стоят наши ученые. И мы тут думали, кто есть кто. И вот женщину мы хорошо обозначили, а мужчин мы не знаем. Удивительная история. И даже какая-то трогательная. Увидеть физиков-ядерщиков на иконе, это действительно что-то необычное. Мы попрощались с Ольгой Александровной, поблагодарили ее за рассказ и отправились к машине. Наше пребывание в закрытом городе Сарове подошло к концу. На этом нашу поездку по Нижегородской области можно было бы и заканчивать, но в последний момент мы добавили еще один монастырь в наш маршрут. Мы хоть и не успеваем посетить все святыни региона, но все же всегда стараемся показать их как можно больше. Каждая наша программа это как указатель, как открытка, как жалко, что мы все не можем рассказать. Как жалко, что мы везде не можем побывать. Выполняем функцию указателя. Надеюсь, что мы покажем, куда ехать, и люди уже сами потом приедут и на месте объяснят еще глубже, куда можно съездить, те места, которые мы физически не смогли показать. Но я всем хочу как-то подбодрить, успокоить, сказать, что у нас на самом деле есть замечательный сайт «Рус Туризм», «Раша Тревел», где можно посмотреть уникальные маршруты, присоединиться к ним. И более, там совершенно профессионально, четко, здорово объясняется, вот куда можно поехать, что можно посмотреть, и для чего. и для чего. Вот у нас действительно появился такой сайт, и это очень здорово, это очень важно. И огромное спасибо, что такой сайт у нас есть. Последним пунктом нашего путешествия был Свято-Троица Макарева-Желтоводский монастырь. Когда-то он стоял на берегу Желтого озера, отсюда и название. Но постепенно Волга его поглотила, подступив к самым стенам монастыря. Это создает ощущение, что монастырь стоит прямо на воде, что, конечно, выглядит необычайно красиво. Монастырь был основан преподобным Макарием, иноком Нижегородской Печерской обители. Об этом святом, обладающем многими божественными дарами, мы подробно рассказываем в программе о Костромской области, где тоже есть созданный им монастырь. С Нижегородской обители преподобного связывает особая история. Через четыре года после ее основания она была полностью разрушена монголо-татарами. Много насельников было убито, а часть братьев вместе с преподобным попала в плен. Но уже в то время почитание святого старца было столь велико, что слава о нем дошла даже до иноверцев. Татарский хан Макария отпустил, но с условием, что он не станет возрождать разрушенную обиду. Об этом нам рассказала насильница монастыря Матушка Леонидова. Здесь 200 лет ничего не было. Почти 200 лет ничего не было. А потом, видите, все-таки это не то, что восстановилось, а возродилось заново. Самое главное служба идет. Да, это самое главное, что идет молитва, что идет служба. А монастырская молитва, она за весь мир. Нашествие монгола татар не было единственной бедой в истории обители. Ей еще предстояло перенести множество войн, период богоборчества. Но сегодня она вновь полностью возродилась, сохранив даже часть наследия прошлых поколений. Макарев монастырь единственный в Нижегородской области, где можно увидеть уникальный ансамбль древнерусских фресок. И здесь же можно приложиться к главной святыне монастыря, святой главе преподобного Макария. Монастырь готов к приему паломников. Он их ждет. А как найти дорогу сюда, мы вам подсказали. Ну вот и пришло время прощаться с Нижегородской областью. Наверное, здесь мы чувствовали себя наиболее защищенными, как и в земном понимании, благодаря труду наших ученых, так и в духовном, молитвами великих святых. Если вы хотите это почувствовать, приезжайте сюда сами. Это святыня России. Отправляемся дальше. Нижегородскую область по праву можно назвать духовным щитом нашей страны. И сила ее заключается не в разрабатываемом здесь ядерном оружии, а в православных святынях. Именно эти земли когда-то были избраны Пресвятой Богородицей для особого покровительства. И, наверное, это неспроста. Мы всем советуем приехать сюда хотя бы один раз в жизни, чтобы обрести уникальный опыт и чтобы сполна насладиться моментами, проведенными в путешествии по нижегородским городам. Уверяем вас, они точно войдут в копилку лучших ваших восстановлений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok